Субтитры делал DimaTorzok События в Сирии развиваются так, как того желают Дамаск и Москва. Президент Арабской Республики провел встречу с российскими парламентариями. Делегация прибыла в Сирию в понедельник, чтобы встретиться с руководством страны и обсудить вопросы мирного урегулирования и политического устройства ближневосточной страны. Башар Асад заверил гостей из России, что готов к переговорам с представителями оппозиции, в том числе вооруженной. Тем самым глава Сирии дал зеленый свет попыткам Москвы и Анкары урегулировать затяжной кризис в Астане. Президент оценил вклад России не только на дипломатическом поприще Асад, поблагодарил российские власти за военную помощь, которую ВКС оказывал сирийцам вот уже второй год, отметив, что переоценить это невозможно. Конечно, военная поддержка очень важна. Но одна капля крови погибшего русского солдата на нашей земле – это для нас дороже любой военной поддержки. Это кровь, русская кровь, которая пролита на нашей земле и не исчисляется деньгами. С момента начала военной операции в Сирии Министерство обороны России официально призналось в гибели 23 военнослужащих. Тем временем Башар Асад в интервью бельгийским СМИ сделал еще одно признание. Президент не исключает, что если на то будет воля сирийского народа, он покинет свой пост и передаст его преемнику. Асад, которого на Западе обвиняют в узурпации власти, заверил, что пост президента страны может занять любой сириец. Я напомню, нынешний лидер Арабской Республики был избран главой государства в 2000 году после смерти своего отца Хафеза Асада, правившего в стране на протяжении 30 лет. Если сирийцы выберут другого президента, мне ничего не останется, как покинуть пост. Я уйду. Сирия принадлежит сирийцам и не является собственностью семьи Асадов. Мой отец не планировал, что я буду его наследником. Когда он умер, я не занимал никакой государственной должности. Это естественно. Решение принадлежит народу. И дело даже не в голосовании. Вы не сможете сделать ничего в Сирии, особенно в условиях войны, если у вас не будет народной поддержки. Она необходима, чтобы вернуть в страну безопасность и стабильность. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике объявлен траур. Увеселительные мероприятия будут отменены в связи с гибелью командира батальона Сомали Михаила Толстых, более известного по своему позывному ГИВИ. Полковник армии ДНР был взорван сегодня утром в собственном кабинете в пригороде Донецка. Сепаратистские власти заявили, что Толстых, по предварительным данным, погиб в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». В ДНР произошедшее назвали продолжением террористической войны, начатой Киевом против жителей Донбасса. Не стали называть ответственных за гибель командира Сомали, но заявили, что это убийство попытка дестабилизировать ситуацию в регионе. В Киеве склонны считать, что ГИВИ убили свои же, заложив в его кабинете бомбу. В советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк заявил, что в ДНР и ЛНР идет целенаправленная ликвидация главарей. В этой связи он предположил, что следующими могут стать главы двух сепаратистских республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Поэтому им лучше бы сдаться украинским властям. Отмечу, что за последние два года в Донбассе погиб целый ряд видных полевых командиров, причем не в ходе боевых действий. В октябре прошлого года при схожих с убийством ГИВИ обстоятельствах был подорван командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, более известный как «Моторола». В лифт его дома заложили мощную самодельную бомбу. Алексей Навальный не сможет побороться за пост президента России. Сегодня суд в Кирове второй раз признал оппозиционера и блогера виновным в хищении леса у госпредприятия «Киров лес». Предприниматель Петр Офицеров, также проходящий по громкому делу в приговоре, вновь назван соучастником преступления. Навальный считает уголовное расследование полностью сфабрикованным, а судебный процесс политически мотивированным. Согласно российскому законодательству, осужденный под тяжкой статье, а статья 160 Уголовного кодекса, по которой проходит оппозиционер, является тяжкой, лишается права баллотироваться. Ранее, напомню, блогер Борис Коррупция заявляла о намерении принять участие в выборах президента. Рассмотрение дела Киров леса началось еще в 2013-м. Тогда Навальный был приговорен к пяти офицеров к четырем годам тюрьмы. Позже реальные сроки были заменены на условные. Фигуранты дела Киров леса своей вины, впрочем, не признавали. Они обжаловали вердикт в Европейском суде по правам человека. И на основании решения Страсбурга президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор, направив дело на повторное рассмотрение. Как утверждает Навальный, новый приговор практически идентичен прежнему. Это довольно странно, потому что это очевидно. И мы просто, не знаю, отдадим в диссернет или просто опубликуем две штуки, и вы увидите. Дисмер, я не знаю. Ну, то есть, понятно, что за основу был бы взят этот приговор. Куда совпадают даже опечатки без эпицерии. Ты опечатки определяешь? Что-что? Опечатки, опечатки. А здесь есть некоторые опечатки по названию фирм, и он зачитывает так, как они вот здесь. Последовательство, а сама, ну, лень было писать, что-то бывает. Какая, что-то может писать. Но я думаю, что скорее, может быть, даже просто такая демонстрация. Блогер Александр Лапшин накануне вечером экстрадированный из Беларуси в Азербайджан по запросу властей республики помещен в Бакинский следственный изолятор. Обладателю российского, израильского и украинского гражданства грозит 8 лет тюрьмы за незаконное посещение Нагорного Карабаха и призывы против государства. Лапшин посетил сепаратистский регион без согласования с официальными властями, а также выступал в поддержку независимости Карабаха. Из-за этой поездки он оказался в черном списке персонум Грата. Но уже после, благодаря украинскому паспорту, в котором первая буква его имени Александр пишется через О, ему удалось въехать на территорию, собственно, Азербайджана. В ответ Баку объявил блогера в международный розыск. На декабре прошлого года его задержали в Минске, а накануне, несмотря на призывы России и Израиля, Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина на решение о его экстрадиции. И через несколько часов он был выслан в Азербайджан. Это были все темы, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Оставайтесь на канале РТВА, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова